ЛАХНЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ Итого, диаметр моего тетрадона-линиатиуса составляет 30 сантиметров 7 миллиметров. Видимо, при разведении вне естественной среды обитания рыбе-шару требуется больше корма. Лиза, а кто в реке живет? Рыбы, это не то, а кто-нибудь побольше. Ну, бабы, ты что, на речку ходил? Нет, я тут рядом играл. Лиза, а это кто? Это какое-то Лахнесское чудовище. Каких я хороших червяков накопал. Пойду сейчас на рыбалку, поймаю самую большую рыбу. Нет, деда, на речку нельзя, ведь там... Что там? Ты что, на берег ходил? Один? Нет, нет, я тут играл. Схожу-ка я еще за сетью. Надо спасти дедушку от чудовища. Хм, а где червяки и удочки? Какие червяки, дедушка? Не было ничего, ты забыл, наверное. Да, что-то я все забывать стал. Пойду за приманкой схожу. Все собрал. Можно и порыбачить. Дедушка, нашу сеть мой съела. Смотри, какая жирная. Эх, сорвалась рыбалка. И сеть придется чинить. Вдруг кто-нибудь еще пойдет на речку. Если чудовище пугает нас, то я тоже могу напугать чудовище. Сделаю чудище. Малыш, признавайся, это ты сеть порезал? А, что это? Это, это, это чудище, которое напугает лохнесское чудовище. Значит, ты все-таки ходил на реку? Ходил. Это что еще такое? Ну-ка, давай наше чудище. Сейчас мы его напугаем. А-а-а! Давай сеть. Сейчас мы его поймаем. А-а-а! А-а-а, чудище! Попалось! Спасите! Помогите! Кажется, это Гена. Точно, Гена! А где же лохнесское чудовище? Лохнесское чудовище обитает в озере Лохнесс. А вы чуть не испортили мой эксперимент по разведению экзотических рыб. Так это мы твой эксперимент за лохнесского монстра приняли. Ха-ха-ха! Оза, вон там за камышами наверняка еще есть цветочки. А-а-а-а! Чудовище! Помогите! Фуэ-Тэ Мы прослушали отрывок из балета «Щенячье озеро». Сегодня мы берем интервью у всемирно известного танцора Гаврышникова. Буль, как вы попали в балет? Ведь вы же были ученым. О, да! Я работал на дронном коллайдере. Полет элементарных частиц это настоящий восторг! После наблюдения за ним мое тело само начинало танцевать. Сначала я опускался в пляс прямо на работе, а потом решил целиком посвятить себя великому искусству балета. Фу! О! Ты чё это делаешь? Мух разгоняешь, что ли? Вообще-то я танцевал. Ха-ха-ха! Танцевал! Кто ж так танцует, гвоздь мне в кеды? Танцем учиться надо! А я и буду учиться. Гвоздь мне в пуанты. Во! Во! Завтра как раз набор в танцевальное училище. Завтра же награждение! Ты что, забыл? У тебя же первое место в Олимпиаде по математике. Ты и меня обещал с собой взять? Математика? Как это старо и оторвано от жизни? Дружок, знакома ли тебе красота танца элементарных частиц? Роско! Ой, Роско, беда! Генка решил танцором стать! Завтра в училище поступает. Ну и что? Заодно похудеет. Он же там весь ум растрясёт. Кто нам математику делать будет? Танцевальное училище, говоришь? Ха-ха! Да он туда не поступит. Там же фуете надо показать. Как это фуете? Роско! Фуете? Эта вещь! И-э-раз! И-э-раз! Ногу выше! Поднимайся! Попробуем ещё раз! Может, лучше пойдём спать? А завтра награждение. Там ещё и угощение будет. Будет вам завтра, фуете! «Паются»! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А-а-а! В общем, сказали, пуанты в танцевальное училище взять можем, а самого Гену Барбоскина нет. Ну как ты их сделал? Да ерунда! Прикрутил мини-движок к подошве, загрузил видеосъемку танца Гаврышникова, и вуаля! Пуанты стали повторять движения его ног. К сожалению, только ног. А можно я их Тимохе покажу? Я мигом во двор, туда и обратно! Показывай! Вот до чего дотанцевался. Сплошная деградация с точки зрения науки. Всё! С сегодняшнего дня математика, физика и химия. И никакого балета! Гена! Фуэте! Это жуть! Мысленное излучение. А дальше применяем формулу квадрата разности и получаем ответ! Видишь, как просто! Да! Ну и голова у тебя, Генка! Любая задачка по зубам! Везуха! Дружок! А я тебе завидую, если честно! Мне? Чему завидовать-то? Да много чему! Максимум свободы, куча друзей! А я не спортивный совсем! Да с твоими мозгами! Да я бы! Да я бы! Эх, ладно! Спасибо, Генк! Спокойной ночи! Где же очки-то? Непостижимо! Это же не я! Это же дружок! Произошло невероятное, Гена! Видимо, пока мы спали, мы как-то поменялись телами! Возможно, мысленное излучение нашего желания было такой силы, что наложилось на импульс мозга, и он дал команду... Ой! А ну! Сделай-ка колесо! Да! У меня в своё время получалось получше! Но ничего! Моё тело само всё умеет! Привыкай к нему! А я наукой займусь! Точно! Ха-ха! Ха-ха! Опа! Йо, семья! К вам идёт Мегамозг! Я могу ответить на любой вопрос! Веди себя потише! Ты выходишь из образа! Ладно, не боись! Скоро привыкну ходить с важным видом! Роза! Будь добра! Передай мне, пожалуйста, овощи! Для поддержания спортивной формы Мне нужен сбалансированный рацион! Сегодня двужок и Гена какие-то странные! Что-то у них с голосами не то! Думаю, мальчики просто волнуются! Ведь у дружка завтра матч на первенство города! А у Гены симпозиум по микробиологии! Ты должен внимательно изучить все подготовленные мной материалы! Проверить их экспериментально! Не занудствуй, старик! Больше дерзости! Как ты был дружком, так и остался! Ладно, дерзай! Пойду тренироваться! Моя стихия – это импровизация и быстрота реакции! Как в футболе! Ой! Да, не получилось! Хотя предсказуемо! Гипертермическая реакция на органический катализатор! Генка тоже остался Генкой! И тело не помогло! С моим подходом я все завалил! И я! Вставай, дружок! У тебя сегодня матч, помнишь? Ой! Это же я! Геныч, все вернулось, как было! Тебе тоже это снилось? Так это был сон! Как же это здорово быть в своем деле! Да! Зря мы завидовали друг другу! Жаловались на какие-то трудности! А у кого их нет? Легко живется разве что девчонкам! А вот интересно, что у девчонок за жизнь? Эй! Эй! Ты что задумал? Опять мысленное излучение? Поединок Сколько можно на это смотреть? Выключайте! Теперь наша очередь! Роско! Ну вот смотри! Два уставших от школы парня смотрят интересные мужские соревнования! А ты им мешаешь! Две еще больше уставшие девочки хотят посмотреть интересный сериал! А не какие-то там скучные драчки! Скучные драчки? Да вы просто не понимаете, как это круто! Потому что вы слабенькие девчонки, которых даже близко не подпустят к таким соревнованиям! Мы слабенькие? Да я тебя одной левой положу! Ты? Меня? Хочешь попробуем? Стойте! Я сейчас за видеокамерой сбегаю! Хочу записать, как девчонки поучат за знак мальчишек! Ха! Мечтать не вредно! Все девчонки слабачки! Ах так! Ну тогда пусть Геночка устроит нам интернет-вещание! Чтобы вся школа увидела, что бывает с глупыми самоуверенными мальчишками! Да пожалуйста! Скоро девчонки узнают, что с парнями лучше не связываться! Это будет сражение года! Ага! Только жалко будет, если ты проиграешь! Ам! Я проиграю! Ха! Да как ты мог об этом подумать? Гвоздь мне в кеды! Ну Роза же старше тебя! Вдруг она еще и сильнее! Девчонки лучше мальчишек! Ерунда! Эти девчонки у меня попляшут! Попляшут? А я думала вы будете с Розой на руках бороться! На руках! На чем же еще? Розка! Если хочешь, можем отменить поединок! Все-таки ты моя сестра! Я должен тебя защищать, а не бороться с тобой! Струсил? Так и скажи! Кто? Я струсил? Ха-ха! Не хочешь, как хочешь! Пеняй на себя! Ты же не хочешь, чтобы над нами все смеялись! Еще не поздно все остановить! Что остановить? Я говорю! Меня уже не остановить! Все готово! Можно начинать! Ничего себе! Нас будут смотреть аж двенадцать человек! Соблюдаем правила! Не двигаем локти! Локти не двигаем! Начали! Ай! Мне руку придавило! Надо перебинтовать! Странно! Вес этой камеры не больше веса спичечного коробка! Да он просто струсил и сбежал! Девчонки победили! А все мальчишки трусы и зазнайки! Что и требовалось доказать! Так же не честно! Я буду вместо дружка! Ой, смотри! Ты мне маникюр испортил! Ура! Мальчишки победили! Я же говорил, все девчонки слабачки! А ты туз! Потому что сбежал! У меня же рука болела! А теперь вот прошла! Если надо, я тоже могу Роску победить! Ну уж нет! Хочешь доказать, что не туз? Победи сначала малыша! Малыша? Роску! 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 Малыш! Ура! Малыш победил! Хотите настроить меня против малыша? Не выйдет! Нам, настоящим парням, ничего не надо доказывать друг другу! Но я могу! С меня мороженое! Да! Нам нечего друг другу доказывать! Вот! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СУПЕРПАПА Папа, а ты бы смог стать Суперменом? Ну давай же! А! Конечно! Стань Суперменом! Пожалуйста! Всего-то надо накачать мышцы и научиться летать! Зачем учиться? Ведь я и так Супермен! Правда? Конечно! Просто я тебе об этом никогда не говорил! Смотри какой я сильный! И летать я умею! Только сейчас не хочу! Каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм Супермена и лечу бороться со злом! Только никому! А ты с вампирами дрался? Хе! Конечно! И с вампирами! И с драконами! И с этими... Ну как их? Драканами? Да нет! С пришельцами! Ух-ти! Твой папа самый сильный, самый смелый и самый отважный мега-супермен Вселенной! Хе! Что здесь происходит? Ты в порядке? Конечно в порядке! Папа ведь Супермен! Ему все нипочем! Малыш! Я пошутил Пошутил? В следующий раз, когда захочешь побаловаться Сразу постели на пол что-нибудь мягкое Спокойной ночи, рыбка Жаль, что ты не волшебная Эй, малявка, полегче на поворотах Кто это тебе сказал, что я не волшебная? Ух ты, бух ты Ты умеешь разговаривать? Да я вообще все умею Хочешь, исполню любое твое желание А ты сможешь превратить моего папу в настоящего супермена? Да не вопрос Привет, малыш! Папа! Это я, сынок Как видишь, я стал настоящим суперменом Теперь меня ждут великие дела Папа, подожди, а как же я? Давай еще поиграем Не сейчас, малыш Сначала мне надо победить все зло и коварство А потом я сразу же в твоем распоряжении Не скучай! А-а-а-а-а-а-а-а-а! а он скоро прилетит ты должен гордиться что твой отец знаменитость папа не может по другому его предназначение делать мир лучше а не сидеть дома а зачем тебе вообще папа есть же мама а давай поигваем как будто я папа у тебя все в порядке сынок у меня тоже папочка подожди я должен победить свой страх пусть малыш знает что его папа ничего не боится папа как здорово что ты дома ты ведь больше никуда не улетишь нет малыш я ведь не умею летать ну и хорошо я больше не хочу чтобы ты становился суперменом правда и тебе не нужно чтобы я был самым сильным и знаменитым лучше обещай что никогда меня не бросишь хэ ни за что на свете хочешь завтра пойдем в цирк а потом купим мороженое и еще пойдем на каток ураааа хотя зачем ждать до завтра пойдем сегодня же сейчас же чтобы через пять минут был готов к походу в цирк бегу собираться о блока а а а а на Рыжий клоун-конопатый поломал свою лопату. А сейчас рыжий клоун сделает еще одну глобость. Почему, если клоун-то обязательно выжий? Без паяка ты больше похож на клоуна. Пусть, дружок, будет рыжий. Так же смешнее. Значит, и надо мной тоже надо смеяться, потому что я выжая, да? Без паяк! Вот вы какие, оказывается! Не буду больше с вами разговаривать. И вообще, больше из своей комнаты не выйду. Объявляю сидячую забастовку плоти в невыжих. Ха, а что это было-то? Похоже, у нашей Лизы появились комплексы. Бедненькая Лиза. Да ладно вам, перебесятся. Э, мы должны ее поддержать. Ой-ой. Проявить терпимость и доброжелательность. Ведь если папа узнает, что мы Лизу обидели, то в выходные нас в кино не поведут. Да, проблемка. Держи. Чего это ты подлизываешься? Ты же моя сестренка. И я понимаю, каково это быть не такой, как все. Например, слишком красивой. Забастовка забастовкой, но обмен веществ требует своего. Приятного аппетита. Кстати, а ты знаешь, что знаменитый ученый Аристотель тоже был рыжим? Лизочка, ну хватит тебе глупостями заниматься. Сколько можно в комнате сидеть? Моя забастовка. Когда захочу, тогда и закончу. Вот. Лизочка, ты не переживай. Мы тебя поддерживаем и поможем тебе. Хочешь, мы сегодня за тебя на кухне подежурим? Ура! Мы поможем Лизе бастовать. Я все равно с вами не возговариваю. Я помою за тебя пол. А я помогу сделать уроки. А дружок вымоет посуду. Э, с чего это вдруг? Что, я рыжий, что ли? Ой. Меня эта забастовка уже достала. Лизка наконец заснула. Какая разница? Она все равно с нами не разговаривает. Значит, мы не пойдем в кино? Э, проблема осталась нерешенной. Тут нужны кардинальные меры. Лиза! Лиза, вставай! Мы просто хотели сказать тебе доброе утро. Ты больше не будешь против нас бастовать? Нет, больше не буду. Ну вот и здорово. Хорошо, получилось. Ага, телевизор, значит, смотрите. А меня не позвали, потому что я выж... Потому что меня Лизой зовут. Да? Все, с меня хватит. Объявляю забастовку всем нелизам. И я, и я, мы с тобой друзья. Да, и я, и я, мы с тобой друзья.